Лето для многих время отдыха, но только не для инспекторов познадзора. В преддверии жаркого сезона они усиливают меры по предупреждению возникновения пожаров, проводят рейды по квартирам граждан, входящих в так называемую группу риска. Это такие лица, которые злоупотребляют спиртными напитками, многодетные семьи, а также наркоманы и так далее. Это смысл проведения данных мероприятий, то есть доведения основных требований пожарной безопасности до данного контингента. К группе риска также можно отнести пожилых граждан. По статистике именно они, чаще других, забывают выключать электроприборы или газовые конфорки. В результате происходят пожары. Инспекторы всегда объясняют пенсионерам, какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятностей. Всегда следите, чтобы не убежала и чтобы пища на плите не пригорела. Когда уходите из дома, обязательно проверяйте, все ли у вас выключено. Это все я знаю. Хорошо, хорошо. Заодно инспектор проверил исправность розеток. На их состояние жильцы обычно обращают внимание слишком поздно. Чтобы случился пожар, достаточно всего одной искры. Розетки, а также электрические переборы должны использоваться без нарушения изоляции. То есть в исправном состоянии должны находиться пластиковая оболочка должна быть не повреждена. Жильцы следующей квартиры в маршруте инспектора о последствиях неисправности электроприбора знают не понаслышке. Пожар здесь случился не так давно. К счастью, никто не пострадал, но ущерб жилищу причинен существенный. Холодильник сгорелся. А, просто закоптилось, да? Да. Все ясно. Раскладывался здесь весь шикарный он был. Вот такие дела. Все его сбывает. А, ну понятно. Пластиковый потолок, наверное, был, да? Ясно, ясно. Тут не горел, тут просто все раскладывается. Чтобы несчастье не повторилось, инспектор вручил хозяину буклет со всей необходимой информацией. Следующий адресат живет в этой двухэтажке. И тут уже факторы риска относятся не к человеку, а к самой постройке. Ее жильцы должны быть вдвойне аккуратны и осмотрительны. Основными домами, которыми мы занимаемся, проводя такие рейды, это, конечно же, дома пятой степени гнестойкости. Такие, как вот этот с деревянными перекрытиями, они вызывают основную опасность при возникновении пожара. Поскольку деревянные перекрытия быстро прогорают и распространяется пожар. Жильцов нехорошей квартиры дома не оказалось. Но соседи рассказывают, в такой компании случится может все, что угодно. Он умер, а вторые еще там одну комнату занимают. Тоже уехали уже больше года. И вот с которым, который умер, жили все пьяницы. И так и ходят до сих пор. Ясно. В общем, алкоголь – это наш враг. Да, да, да. И курение дома тоже враг. А я выхожу. Отлично. Даем вот такую памятку по пожарной безопасности. Вы ее прочитайте, номера пожарной охраны обязательно запомните и изучите. Сотрудники МЧС всегда говорят, не допустить возгорания проще, чем его потушить. А избежать пожаров можно только соблюдая правила. И это касается каждого. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.